Ну что ж, давайте теперь добавим информацию о номерах. Как мы знаем, они там подразделяются по категориям. Одноместный, двухместный, люкс, полулюкс. Вот этим давайте и займемся. Переходим в панель управления. Сейчас мы ее найдем и сразу в нее перейдем. Вот она она. И переступаем сразу же к созданию материалов. Материалы, менеджер материалов, кнопка создать. Вводим заголовок. Начнем с одноместного номера. Одноместный номер. Раздел ставим не указано. И вводим сюда собственно текст. Текст приложен в дополнительных файлах. Вот она, 1М, одноместный номер. Копируем. Вставляем. Я еще на всякий случай вот так вот сделаю. Выделить все и нажать параграф, чтобы очистить там форматирование предыдущее. Теперь ставим одноместный номер заголовком первого уровня и по центру. А ниже цены сделаем заголовком второго уровня и сделаем списочек. Так, у нас здесь попала ненужная цена с учетом НДС за сутки. Так, и дальше пошли там дополнительные всякие функции. Дополнительная кровать, дополнительная кровать для детей. Это можно выделить жирным. Вот таким вот образом добавили информацию о первом материале. Пока без картинок. Картинки мы будем позже делать очень интересным приемом. Так, теперь двухместный номер. Раздел ставим не указано. Открываем текст. Выделяем все. Ctrl-C копируем. Ctrl-V вставляем. Здесь опять же Ctrl-A выделяем все и ставим параграф. Вот в опере почему-то так нужно делать. Дальше ставим заголовки по центру и выделяем списочки. Один списочек. Выделяем второй списочек. Кликаем на иконку со списком. И третий список. А эти штуки, бонусы эти, делаем жирным. Нажимаем сохранить. Я прервусь. Вы сделаете еще для полулюкса и люкса то же самое. После того, как мы с вами закончили добавление материалов, давайте теперь сделаем для них менюшки. Переходим в материалы. Все меню. Менеджер меню. Заходим в Майн меню. И создаем обычные стандартные шаблоны материала. Такие пункты меню. Нажимаем создать. Материалы. Стандартный шаблон материала. Здесь нужно выбрать материал, как мы с вами уже знаем. Начнем с одноместного номера. И заголовок материала. Одноместный номер. Нажимаем сохранить. Еще раз создать. Материалы. Стандартный шаблон материала. Выбираем материал. Двухместный номер. Нажимаем сохранить. Создаем третий пункт меню. Нажимаем создать. Материалы. Стандартный шаблон материала. Это у нас будет полулюкс. Пишем полулюкс. Нажимаем сохранить. И для люкса по крайнюю менюшечку создаем. Материалы. Стандартный шаблон материала. И выбираем номер люкс. Нажимаем сохранить. Переходим на нашу страничку. Перезагружаемся. И видим, что появились наши все менюшки. Одноместный номер. Заметьте, опять у нас здесь прослеживается название. Мы помним, да, как это мы убирали. То есть нам нужно зайти опять в нашу панель управления. И в каждой менюшке проставить одноместный номер. Вот здесь вот параметры компонент. Показывать текст заголовка. Не показывать. Хоть в общих настройках и стоит не показывать. Все равно текст выходит. Поэтому приходится ставить в меню. То же самое проделываем с остальными пунктами меню. Ставим нет. Сохранить. Дальше полулюкс. Параметры компонента. Ставим нет. Сохранить. И люкс. Параметры компонент. Показывать текст заголовка. Ставим нет. И нажимаем сохранить. Переходим на страничку. Пробуем полулюкс. Вот видите, нормально все отображается. Двухместный номер. Одноместный номер. И проверим люкс. Все нормально работает. Но без фотографий. Конечно же, людям интересно смотреть, из чего состоят эти номера. Этим мы займемся в следующем видео уроке. А на этом все.